Выйдет он Ну, какое время-то поправку делаете на это? Вот в это время или вечером по-нашему с 7-ми, хотя бы с 8-ми выше? Ну да, он, в принципе, вечером домой уже приходит в такое время Тем более у нас время-то одинаковое Он знает это Интересно А почему у меня, Володя, нету здесь? Ну, у меня-то не оторжается Ну, вот вы маленькие А-а-а, да какой-то маленький, это совсем никакой А почему маленькая картинка, Сергей, не знаешь? Ну, маленькая прям миллиметра Сантиметра Ее нужно растянуть А-а, растянуть Там за уголок ее мышкой зацепите и вытяните Да кот не цепляется Она совсем не цепляется, она сама вся тянется Там, значит, не за уголок взялись А как? За середину? Нет, за уголок надо брать За уголок и она не цепляется За нижний, левый уголок За нижний, левый Да котянуть некуда Она вон Нет, она не уходит Вся тащится и все Она мелкенькая, мелкенькая Миллиметра три Ну, а попробуйте два раза по ней щелкните По ней Вот Даже на это ума не хватает Появилось Побольше Так еще два раза щелкнуть, она еще больше будет? Да нет Чтоб больше было, надо за уголок Ну ладно, давай рассказывай За уголок, говорит, надо Чтоб больше Чтоб было больше, надо за уголок растянуть Вот теперь за уголок, да? Вот все О Ну да, она за уголок тоже определенная Дальше не идет Ну что, я вот посмотрел Сейчас видео С парнем вы разговаривали С Украиной Ну В общем, тут вопросы тоже такие возникли Давай Ну то, что вопросы, может быть, даже утверждения какие-то Я не знаю, вот давайте обсудим этот момент Да Вот Он, в принципе, обращался с таким советом Ну вы рассказали Открыли Как говорится Своё положение вещей То есть Как С вашей стороны можно Исправить С вашего взгляда можно исправить положение в стране Вот Он, конечно, ждал других ответов Вот Вы ему предложили Быть и на Майдан С Евангелиями Предложили Собру вставать Там На колени Вот Ну Как сказать Христос же Вот Сказал В принципе Апостол Он предложил Вложить Ножны В ножны меч Вот Сказал Кто С мечом С мечом Придёт к нам Тот Погибнет От меча Вот Тут же Этот момент Можно рассматривать С такой стороны Что С мечом Придёт От меча Погибнет От меча Погибнет Противоположной Страны Значит У противоположной Страны Изначально Были мечи Значит Была Та сторона Готова К отражению Там Неведомого Врага Значит Христос же Неоднозначно Здесь Предлагает Влагать Ножны Вот Тут Тут нужно Как Тут же Теперь Рассмотреть Ситуацию Как Нужно Решать Вопрос Теперь Уже К Ситуацию Которая Произошла Как Теперь На неё Смотреть Тут же Там Как Александр Невский Сказал Ну Не то Чтобы Он не стал Там Раздавать Евангелие Он просто Собрал Дружину Свою И Пошёл Встан Врага Там И Бил Их До Последнего Вот То есть Как Христос Сказал Не мечеть И бисер Перед Свиньями Что же Им Такие Евангелия Они Невменяемые Люди Они Не знают Не ведают Бога И мы Евангелия Этим Нужны Тут Нужно Рассматривать Теперь Вопрос Другой Стороны Ну Вот Сначала Первая Вторая Сторона А потом Уж К Александру Поедем Считает Что оружие На той стороне Которое Против Митингующих Ведь Обстановка Это Часто Выглядит Не так Это Все Спланированная Четкая Организация Они Знали Что Если Будут Просто Жечь Покрышки Бросать Зажигательной Смесью Это Может Не тронуть Как Это Выдержит Поэтому Они Заранее Наняли Привезли Сюда Речь Идет Не о Двух Не о Трех Сегодня Уже Речь идет Нужна кровь И тогда Те ответят Кровью Они Не будут Дальше Если бы там Были верующие Тут погибают А все равно Продолжали Молиться Как Андрея Стратилата 2896 Воинов Они все Встали на колени Воины Храбрые Не стал Сопротивляться Уверовали А эти Вчера Их товарищи С кем воевали Они Как листья Посекали им Голову И все Канонизированные Все в церкви Так и здесь Говорить о том Что Эти заранее Как говорят А приори Уже Были обречены Ничего нельзя Говорить Эти безоружные Были Они вооруженные Были Они уже Захватывали Арсеналы В одном арсенале Сразу полторы тысячи Автоматов Захватили Тех Которые Вышли на Майдан Которые Протестовали Против власти Захвачены Были Очень большие Единицы Оружия Там на готове Стояло Будь здоров Сколько Да Власть могла Если бы Ну вот так Было Как у Франка Там Я уж не говорю Гитлера-Сталин В один день Высмели Наполеон Вывел пушки Раздолбал Эти все Сверху Долбанули Там этими Ракетами Пролетели Ни одного Не осталось Нигде Но Его нужно было Представить Януковича Именно таким Кровожадным вампиром Он не знал Что делать Он зажат А что ему делать Ничего Сложить Все Выйти Перед народом Стать на колени Покаяться Колени Главное оружие Не было взято А мы Враг не сдается А мы поставим Уничтожим Ты его уничтожает Горький Это его афоризм был Так что здесь Говорить о вооруженном Нужно заранее сказать Что эти выходили На Майдан Они сидели В кабинетах В Америке Не здесь Они проиграли Все варианты А если он сейчас Согласится Янукович Ну время Потом мы его Все равно уберем Через неделю А если не согласится Продолжайте дальше Дальше захватывайте Здание Жгите А дальше Избивайте администрацию Милиционеры выходят Уже убили двоих сразу А они все Рассчитали Но единственный Который ход Они не просчитывают Это В духе святом Ответ Они не знают этого Ударят в одну щеку Ну что Да что он мне Ставит Кто я такой Чтобы выдерживать Я дам Говорит Все зубы не соберет А вот подставь вторую щеку Этого то не было сделано Не было И дальше уже пошло По сценарию Который те разработали Я лично Сам в жизни своей Встречался не раз Когда люди заранее Прорабатывали операцию Как это сделать Мне подкинули записки Тебе не жить За то что я занимался Сиих детьми Которые преступники ловил Когда грабили вагоны А мне Ну а я с детьми занимался Но Господь сделал так Что их сердца все расположились Я едва проснулся А они у меня уже в коридоре стоят Свой рост Примерно ящиков с виноградом Подотащили А мы вам принесли виноград Вы с нами еще поговорите Что вчера нам читали Из этой книжки Я в жизни своей встречался Самое мощное оружие Это Евангелие Христос Дух Святой Все в этом заключается Ну а для этого Он уже смиренно мудрый А его не было А я боялся Боялся сиди дома молись Объяви посы молитву Не было сделано ничего Для того чтобы потушить это А вот мы сделаем Уберем его Ну убрали его А мы его поймаем Не поймали Уже Россия дала ему убежище Януковичу Все закончилось Вот смотри Империя зла Империя лжи Гитлер сидит У него прекрасные генералы Такие умницы Они рассуждают Только стоит пойти Вся Россия поднимется Против Сталина его гнета Раскулачивали Там обиженных миллионы Миллионы Там защищать некому будет И Гитлер решил Что действительно Так это колос На глиняных ногах Он ударит только по ногам И все рухнет Рухнуло Представляю Какие реляции поступали Когда в день пошли По 60-70 километров Две недели Минск уже пал Костя не стоят под Москвой Это вещь невиданная Сталин потом будет разбирать После войны еще Как это так получилось Об этом говорит только Виктор Резун Резун Он сейчас идет Как Виктор Суворов Подписывает Самый лучший политик сегодня Самый лучший историк И он говорит Что Сталин готовился Воевать на той территории Это все доказано Сегодня уже И поэтому все войска Были потянуты туда Но не подготовлены Он опередил его На две недели Гитлеру У Гитлера выхода не было Никакого Как только напасть Не то что вероломное Он все рассудил Какое время Состояние С колдунами Со всеми знался Не от Бога это И поэтому Империя зла и лжи Советский конгломерат Остался в целости Но Придет полупьяный правитель На его Говорит Лицо-то посмотри Это тюремный начальник Ну как Он глядит Как совершенно Спившаяся креатура Ну вот Беловеческая путь Все собрались Подписали Утром встали Никакого Советского Союза нету Гитлер Таких даже В глаза не видал А это правитель Целой страны Ни одного танка Ни одного выстрела нету И позорно проиграли 18 миллионов Такой армии Вместе со Сталином У Гитлера не было Коммунистов Это какая армия Сплощенная была В один день В одну ночь Подписал пьяный Дядя Боря Боров И все кончилось Почему Наступил момент Смениться Надо уметь ждать Когда спрашивали Кутузова Могли обойтись Без Бородинского Сражения Говорит Царь настоял У нас главное оружие Добавил Господь говорит Господь говорит Да будет 120 Перед потопом 120 А почему потоп Начался через 100 лет Потому что нет Исправления И Бог обрезал Объяснение Это дает Не кто-то А Виссарион Определенный Это Епископ Надо уметь Ждать Здесь они не хотели А мы уберем Этого разбойника Януковича Виктора А ничего другого То не будет Это не божий путь Которым они пошли Единственное Они уже дальше Заплутались Теперь уже не знают Кто кому отомщать Будут Они сейчас ищут виновных Вылавливают Жертв будет море Сейчас они Все переводят На территорию России Боевики сюда все стягиваются Где? Воронежская область Не забывай Ростовская Ставрополь Вот здесь будет полыхать Вот здесь власть Применит более мощное оружие Вместе с гражданским населением Начнут сметать А Америка в это время В севере там проводит Свои учения Претендует на весь север А почему вам север принадлежит? Там богатство громадное На дне лежат А может быть по другому? Не может Покаяния-то никакого нет Где вы видите покаяние сегодня? У Путина? Это маленький человечек Маленький ростом Человек, у которого Совесть все искорежена Этой системой В которой находился КГБ Но другого нет За него надо только молиться Не воевать против него По крайней мере стабильно Сегодня мы встаем утром В магазинах Может что-то купить Мы едем по стране Сейчас у них Такая задача свалить Путина Вот этого делать Абсолютно нельзя За него можно только молиться Да, он не такой Собянина поставил Молчун хороший Разводится с женой Путин развелся И он разводится Скажите, система какая? Шварц-Энергия Почему? А у них задача стоит Все, чтобы были порочные Может это все фиктивные разводы? Никакого Абрамовича Специально перед людьми Показать Вот они какие А почему там Робин Другие не разводятся? Не разводятся У него официально Если разрешено У Анвара Садата Было у другого Вот У Арафата Четыре жены Он француженку берет Какая она журналистка Она принимает исламу Пожалуйста У него нарушения нет Нет нарушения Он 200 раз женится Лишь бы не больше Четырех было сразу Здесь все ограничивали себя Христианскими правилами И поэтому Сарказей все разводятся Разводятся Этого поймали там Со своей Моникой Замотался Мир А что нужно? Прошу Жить свято А как-то Правителю поступать Никак Правитель не может Быть верующим Не может Вообразить нельзя Чтобы на Украине Был царем Петр Первый Он допустил бы такое Или Иван Грозный Да он бы не оставил Ничего абсолютно От этих В помине бы не было Он к утру всех Перевешил Пережег и все Да разве это По христиански было? Не по христиански И я к этому не призываю Я говорю Вы уходите как безбожники С ними борьба На другом уровне Должна вести Только пост и молитва Это выходит Демоны в человеческом обличье А почему? Считай Житие святого Иринарха Ростовского Когда ляхи По России Там захватывали И он говорит Пришли бесы В человеческом образе Житие святых Называет их Я когда в Америке Говорил Выступал там И сказал так Да ко мне подошли Говорят А на вас обиделись Я говорю А кто? А поляки Я говорю А почему? Так а вы сказали Так что я сказал Что они демоны Так это не об них сказал И не я сказал А Иринарх Ростовский Чудотворец Которого Канонизировала Церковь Что вы придираетесь Нужно говорить Так как есть Если ты боишься Замолкни сиди А вот он мог сказать По другому Не может патриарх По другому сказать А не связан с системой Это меня кто-то выходит Я с чем-то не согласен С Игнатием У меня возражения есть Я знаю почему Страх обуял все А где страх Там мучения Где страх Боишься Там Господа не может быть Он не имеет дела Струсливым Потому что Участь боязливых В озере Огненом Ты говори так Как повелевает Дух Святой И вот тогда Будем мы одинаковы С тобой А я не согласен Я не совсем согласен Я что могу сказать Ты со мной вместе Поживи одну неделю Тебе больше ничего не надо Да ровно одну неделю У меня со мной здесь живи Вместе вставать будем Ночью, днем Вот есть, пить, ходить Все вместе И через неделю Тебе ничего не оставится Ты или с ума сойдешь Или будешь такой же Как я Как мусульмане сказали Раз в десять Будем вставать на молитву Днем Что? Не подходит? А то они гундят там где-то Я не согласен По слову Божию Во свете Библии Давай суди, что я сказал Ну так же нельзя Это максимализм Это фанатизм Еще что можно сказать Ну а люди Люди, которые Трудятся Бегают Получают первое место На стадионе Это фанатики или нет? Ну Представьте Однажды швед Получает Шесть золотых медалей На льду Шесть И когда тут начался разгром Когда вернулись Они ничего не получили Ну а как же Его называют Стэндборг-то получил Советские спортсмены Говорят Они говорили Ветер встречный дул Лед не такая Температура была А у него был гладкий Ну он-то по этому Льду бежал Так ему говорят Хоть из наждачной бумаги Сделали будет Той же скорости Почему? Так он говорит Шестнадцать часов Со стадиона не уходит Вот и все Почему Армстронг первый Астронавт был на Луне А не другие Их было много там Их тоже спросили Как его избрали-то Почему? Потому что Он говорит Шестнадцать часов С тренажера не уходил Он прорабатывал Такие операции Которые у нас Не предусмотрены А если откажется А если модуль Будет садиться И вдруг окажется Что там камни Надо было быстро Передвинуть рычаги Взять на себя управление Поднять И это должно было Занять не больше Полторы минуты Иначе подняться Уже ресурсов не будет Именно такая обстановка И была И он спас всю экспедицию Вот здесь-то Никто не тренировался Не проигрывал А если бы проигрывали То все эти попы Они бы заранее сказали Так на Майдан Выйти могут Там в Америке Проигрывают А они спят Да выйдут Молодежь пойдет Да молодежь Будут стрелять Да будут стрелять Потому что Власти не пойдут На уступки Те с той стороны Тогда будут стрелять Не Луковичи стреляют А именно Те которые наняты Этими Которые вышли на Майдан А у того Свои варианты Прорабатываются Только акт насилия Кровь пошла Пошла Но это могли Проработать сначала Священники Патриархов Сколько на Украине Набралось Филаретов разных набрали Владимиров Ну могли они Собраться все Августин Ничего этого не было А вот как идет Так идет По уголькам Будем ступать Профессионал Должен идти вперед На несколько шагов А как вы это знаете Ничего я не знаю В первую очередь Я должен был сказать Что я ничего не знаю Я доверяюсь Богу И вы заранее знаете Заранее могу сказать В любой ситуации Заранее Почему А одно и то же Пост и молитву Подставь вторую щеку Вложи меч твой в ножны Взявший меч от меча погибнет Так они на всех погубят Ну значит Божья воля такая Вот как надо поступать было Божью волю надо знать А Божья воля говорит Нет-то его Говорит волей Той чтобы погиб один из них А их миллионы гибнет А вот сейчас придут там мусульмане Сейчас их там набираются уже Ведь речь идет не о двух Не о трех А сотни тысяч Сколько их туда наплывет на юг На Воронеж И проще Принять Принять Ворота открыть А как ты узнал У порока Еремии Открывайте ворота И идите в плен Ааа Так ты предатель Ты такой А остальное ваше Вот это вы говорите Порока Еремию Также назвали предателем И бросили в ров с грязью Вы сейчас меня поливаете грязью Потому что Вы решили Идти до конца Ложным путем Это я им каждому скажу Ложным путем Истинный путь Только во Христе Христос говорит Не могу ли я 12 легионов Сейчас вызвать ангелов Да один ангел Один явился Под Иерусалимом И 185 тысяч Мертвых к утру были А 185 тысяч Это тогда Притом население Это была громадная армия Оккупировавшая Израиль Все встал Никого нету Только домой Иди трупы Собирай И ужас навел на них И все отступили Конечно объясняли эпидемией СПИДом Чем угодно Холерой Тифозными вшами Ангел Господень Написано Вышел ночью А он насмехался Для войны Для войны нужна армия Что вы Рапсак Когда стоял Я вас заставлю Свою мочу пить Вот что с вами будет И он только одно Принес Перед Господом И сказал Господи И зэки Это говорит Посмотри Как он поносит Народ твой Пророк Пророк сразу сказал Стрела не упадет в город И нога ни одна солдата не ступит А как Не знаем как Но Бог оповестит А в это время Там за станом Прокаженные Вы знаете как они Рассуждали Куда идти В городе Смерть Пойдем к врагам А может накормят Пошли к врагам Умереть так умрем Это прокаженные судят И друг Подходит Везде валяется Сумки Мешки Нигде никого нету Поели Спрятали что могли Потом думают Плохо делают А завтра узнают Так что будет Тогда пошли В ворота стали стучать Там никого нет А у царя Он знает Это они спрятались в кусты А мы выйдем Они тогда бросятся в город И царь там было Четыре лошади направил Давайте маленько выпустим И сразу запремся Пусть они нагрузят Может действительно никого нету И оказалось Прошли Еще 18 километров К примеру И везде все брошенное А они бежали без оглядки Оставшиеся А почему Еще спрашивают почему Там Бог Одних уничтожает Другие бегут Бегут А на третьих бросается Камни с неба И погибло больше Чем от оружия А в четвертых лес погубил Море поднялось Разбило корабли Вот что есть У Бога все есть Доверься Богу Ты встал Чистое поприще Никого нету У меня сколько было врагов На одного человека Даже достаточно 15 Краевых комиссий В течение 2-2 месяцев С половиной Краевых Я считаю Что утопающего Поздно уже Плавать Учить Когда он уже Тонет Сейчас Уже Другие вопросы Решать Вы считаете Господь не Благословит Защитить Землю свою Людей Да Разве Не будет Благословения Господа На них Надо учить Людей Написано Там где Тува Проходили Миссионеры И учили А как они учили Его спрашивают Я крестился Теперь Теперь меня Коля Звать Коля Коля А там Кытын Кытын Теперь Коля Коля А теперь я верю Ну а кто Бог Бог Называют Иртильтель Это свой Бог Никола Бог Богородица Бог Его Старобрядцы Рассказывают Его где-то волной Шибло Он плыл И там где-то На валун Среди реки Он захватился И кричит Бог Никола Помоги мне О какие верующие были Так неужели Это не говорится Что Бог Никола Это не Бог Никола А вы смеетесь Так он уверовал А во что он уверовал Ваши предрассудки И здесь сегодня Надо людям научить Дать живого Христа Рассказать А вот и ситуация Для Бога Нет никаких ситуаций А вот такая верста Верста последняя На последнем метре Когда Златоуст Говорит Что страна Над пропастью Свесила голову Пропасть А ущелье И голова висит Какой выхода Никакого нет Но отползай Помаленьку Помаленьку Отползи маленько Чтобы голова была Хотя бы здесь на земле И дальше покаяние Всенародное покаяние И царь объявил пост Ниневия погибает А пророку Бог сказал Еще 40 дней Ниневия погибнет Не погибнет А почему Языческий царь Дал указание Ни скотине Ни детям Три дня не давать И все орало Крещало Не умрете Открыли тюрьму Но Златоуст Говорит Бог не на это посмотрел Хотя это все хорошо Но Говорит Увидел Что отступили от зла От зла отступили И Бог помиловал Она еще стоит 150 лет Но она все равно погибнет Приговор Богом Вынесен Он должен выполниться И когда Тови умирал Он все это рассказал Тотовит Сыну Ты постарайся Сынок уходить Если Бог сказал Он все равно погубит ее Так и было И он перед смертью Слышал что Ниневия пала А взять Ниневию Никак невозможно было Я когда считаю Высота стен Я по сегодняшний день Не могу поверить Неужели это может быть 100 метров высоты Да больше 40 не бывает 100 метров Это как же так Да Ни одна стрела не долетит Да И они поэтому Никого не боялись Мы не знали Что найдется враг Который Как Вавилон Павший Вавилон Та же самая история Вот и все Янатич Вот завтра Объявляют Мобилизацию В Барнауле Я вот вас Не считаю Стариком Вот Я считаю вас еще Вполне деятельным Человеком Вы Когово Ваше поведение Будет Такое же Как сегодня Почему оно должно Быть иным Чем вчера Нет Завтра Завтра Придут Убивать Ваши Вот убивать Вы даже Приготовиться умереть Вы как-то говорили Человеку Научить болеть Его нужно Не на отлучение Не на отлучение Не на замечание Он настоящий христианин И дальше Ссылается на закон Я могу это всем Выставить И у нас Братья Все это относят И что интересно Из десятерых Может только одного В армию берут Остальных Просто списывают И все А которые уже Отслужили Они тоже Несут Но вы считаете Они не встанут За своих детей Не защитят своих детей Конечно нет А как защищать Когда 20 человек С автоматами Ворвались Что дурю мается Да я защитил Да я защитил Ворвались Отъявляется Только демобилизация На защиту Барнаула Сегодня ничего не будет Мы говорим О сегодняшнем времени Если ничего этого не будет Мобилизовать некуда Сверху только Одним бабахнут И все Ничего нет Тем более Около Барнаула Специально Ракетная база Стоят Нас в первую очередь Сметут Знаете Что В воздухе висит Украина Майдана Это ладно Дело второстепенно В воздухе висит Запах Третьей мировой Войны Вы посмотрите Как Сейчас активировались Все точки в мире Это просто Я не знаю Но Мне кажется Лучшей возможности Начать мировую войну Не будет больше Вот Я думаю Сейчас Весь мир Встанет Весь мир Встанет Против России Против России Да Потому что Китай Рядом стоит На сто Развернутые дивизии А одна Раскинутая Дальневосточная Одна Совершенно Не боеспособная Вообще Бамбуковыми палками Задолбят Мусульманский мир Поднимается Это перерубает Россию Ее по частям Сразу разнесут И они ничего Не понимают Патриарх Баюхает Си С президентом Плакать надо И молиться У России Шансов Никаких Здесь на земле Вот и все Они окружились Со всех сторон Вплотную Рядом И в Киргизии И в Грузии Не надо Уже Но если Уже В Прибалтике Везде все Стоят Противоракетные Установки Это ПРОТО Противоракетная Система Ну и что Так что Это Абсолютно Бесполезно Подошли Вплотную Но мы же знаем Что должен прийти Антихрист Мировая история Закончится События Главные будут Не здесь А у Израиля Главное событие А Россию Раздолбанит Ее в течение Одной недели Больше не будет Антихрист А вот сейчас Коль разговор Зашел Такой Вот сейчас Путин Много говорит Вот О Боге Он говорит О русской душе Вот Можно в лице Путина Рассматривать Будущего Помазанника Так сказать Царя России Он и так помазанник По предсказаниям Человек Именно вот С такой харизмой Должен стать Царем Это мы не знаем У него для этого Ничего нету А вот Говорит о Боге Русской душе Русской душе нет Во-первых Никакой Это обман Если у каждого Своя отдельная душа Татарская Русская Не имеет значения Русская душа Еврейская душа Теперь Горбачев сказал Духовность Это Горбачевское Слово-то Они даже не знают Происхождение Женщины ходят в брюках А я скажу Когда с марта 2001 года Когда это пошло Они не наблюдательны Не знают этого А Путин Скажет где-то А вы знаете Что Вот Тогда была Это Джуна Давидашвили Кажется ее была И как она Посвящает в масона Надевает Орден на Ельцин Это в комсомольской правде Было В каком ордене Как состоит Путин Кто из нас знает За него только Можно молиться Я говорю Что человек С абсолютно Искореженной совестью Системой В которой он был Система КГБ И он сделает Только то Что ему Бог позволит Больше ему не сделает А что будет Там Император Будет Помазанник Что об этом говорить Нет Ну мы Допустим Мы не гадаем А просто предполагаем Ведь Есть такая Да не надо предполагать Нам это не надо Этим заниматься Даже пока мы говорили Уже зря потратили время Иротично Под русской душой Под русской душой Русской душой Это подразумевается Душа православная Православного человека Не просто национальность А подразумевается Православный Иротич Да и о православии Это попы не знают В глаза не видели Ну мы с вами знаем 719 правил 413 каждый день нарушаются Какие правила-то У них от православия Это пшик Ничего нету Они нарушают Все семь тайн Семь тайн И они все их нарушают До одного При рукоположении Не раньше 30 лет До 98 процентов Раньше 30 лет Они плевали На все эти правила Иротич А вот по правилам Я с отцом Сергеем Тоже говорю По этой теме Вот в Библии Там В левитах Говорится Чтобы священники Не стригли Головы своей Вот разве Наш священство Не знает Об этом правиле Почему оно нарушается Надо сказать Что оно означало Это правило Почему оно было Это правило Для какого времени Для какого народа А вот у него было сказано Там одежда была Какая Этого ничего нет В церкви Христовой Никогда этого не было Это было Дано только Для левейного колена Еще его объяснять Если они этого Не понимают Дальше рассуждать Не начнем Тогда давайте Баранов приносите Жертвенник Из 12 камней Это все Были образы Образы Которые Воплотились Во Христе Иисусе Когда спроецировалось Полностью на землю Они даже не знают Что церковь оставила Что касается Внешнего человека Церковь оставила Неповрежденное Что касалось Определенно еврейского народа Для них Это и осталось У них песни Вот эти вот На висках Длинные волосы Не стередите головы кругом Это никогда В православии не было И церковь это разбирала Что из Ветхого Завета Относится к Новозавете А что не относится Нам зачем Думать-то А где это написано Новая Скрижаль Новая Скрижаль Семиона Солунского Я же книги на это А они ничего не хотят делать Совершенно Деньги, деньги, деньги Это интересно В Америке Провели опрос Это я еще в советское время помню Девчонки Давали И спросили А что главное Для девочки А она ответила Маникюр весь этот Все, что там где-то есть Парфюмерия И мужчины Больше ничего не надо Ты обеспечен А когда мальчика спросили Он ответил Деньги, деньги Еще раз деньги Тогда у него все будет И будет не одна маленькая А три танки Надо определенно сказать Для православия Что сегодня нужно Евангелие Христа То, чего у них нет А у них не на первом Не на сто первом месте А так Выйди, прокричал закрыто Проорал Диакон Рев, зев и лупоглазие Как Репин Изобразил Диакона И написал Рев, зев и лупоглазие Ну а дальше Спрашивать нечего Евангелие не знают Одни предрассудки Один обман Игорь Михайлович По еврейскому вопросу Почему евреи Не определяют Свою Свою Нацию По матерям Кровь свою По матерям И определяют Господь же Однозначно Сказал Что Да и написано В Бетском завете Что Он родил Он родил Там Даже не указывает Что она родила Вопрос-то не ко мне К евреям Я не еврей Их законы Я никогда не трактую Так у них принято Приняли Равинат Принял это Синедрион Утвердил И все на этом кончено Мне зачем это объяснять В их законы вмешиваться А почему Мусульман Именно в 13 лет Обрезание А не 8 лет Так они приняли Этому конца Объяснений не будет Получается Получается Я вот У меня есть друг Еврей Он себя Причисляет к евреям Брат Да ты не еврей У тебя отец Белорус А мать еврей Господь нам сказал Что По отцу Отец тебя родил А не мать родила Ты никакой не еврей Ты русский человек Пусть рассчитает себя евреем Пусть Евреем Но уверуй во Христа Тебе это немало не поможет Для Бога наша национальность Креолы мы Или кретины Это мало значит Верю ли я в Бога А то метис И начинает В каком колене Сколько крови Черного-белого Для Бога Это не имеет никакого значения Она да Чистота нации Какая чистота Когда Христос не имел Чистоты нации У него кто была Прабабка у Давида Руфь А кто она Мавитянка Чистопородная Мавитянка А выше за кого она Ну ты по порядку Считай Выше там Родила теперь Авида А от Авида Исей А от Исей Уже Давид Родился Вот и все А вот сейчас Тоже такой вопрос Есть Вот сейчас Знаете Как же их Сказать Староверы Вот настоящие Староверы А эти русичи Вот эти Все знаете Как им движение Там называется Я не помню В общем Они утверждают Что Христос Заповедовал Так Я не помню Дословно Из Евангелия Он сказал На север Не ходите Типа Там у них Вера Есть у тех людей Вот Как можно понять Вот это вот Что он заповедовал Не ходите Ну они говорят Что К русичам Типа не ходить И не заповедовал Христос И те Вот мы сказали Сейчас Про евреев Их законы Я попутно Взял мусульманские Староверские Зачем их законы Когда они Евангелия Не знают Ничего Слово Божиим Нет Я зато С одной фразой Ответил Чего нет в Библии О том не рассуждаем Все Ответ кончился Этого в Библии нет И об этом не рассуждаем Это есть Это есть Евангелие Я сейчас дословно скажу Христос Сказал Народам севера Не ходите Когда он апостол Он заповедовал Идти проповедовать Евангелие Все твари Ну А при чем Север говорит А что север то Где там север то Про север там Нет ничего А Стоп Это не в Евангелии По моему В апокрифах В апокрифах что ли Апокрифы я не объясняю Зачем они мне нужны Не туда идем То есть Это ложный Ладно Оставим Щужая Блевотина И по ней Мне ползать неприлично Я отвечаю Слово Божие Во свете Библии Да я просто не спал Давно Это мне в голову Наверное Да я объясняю По староверам Староверы Староверы Они разделяются На две четкие группы Приемлющие священства И неприемлющие Приемлющие Это белокреницкое И новозыпковское Они равны Одинаковые Я имел ввиду Не староверов А старообрядцев Совсем другие вещи Ладно Игнать Ильич Мне часто Вы знаете Как люди смотрят На то Что я парализованный человек И ко мне Сектанты Многие обращаются Там письма Пишут И так И вот Они мне Говорят Почему-то Что Господь хочет Чтобы ты Исцеленный был Почему ты не молишься За исцелением Бога Не обращаешься А я вот Начинаю Объяснять Что это Это вот Может быть Даже моя Моя такая вот Награда От Бога Они этого не понимают Почему они Не могут понять Понимаете Вот мы опять повторяем Сначала Майданы понимают Они все понимают Неправильно Староверы Не так Я не объясняю То что у них Так принято Пусть они Чем-то мотивируют Нигде Молитесь за болящих И об этом Мы считаем В послании Апостола Иакова Если кто болен Пусть призовет Пресвятеров Не одного А несколько Пресвятеров И пусть помолятся Над ним Над ним То есть ты лежишь А вот на тебе Они над ним склоняются Они так же сегодня Соборование И там весь храм забитый Здоровый Крепкий авансом Чтобы не заболеть И молитва Вера исцелить болящего Если согрешил Проситься Но непременно так Нет и непременно Когда Богу угодно Ну вот ты помолился А я выздоровел Но когда-то этот сбой будет Иначе ты никогда не умрешь Это вопрос совсем не то Вы просто не расслышали Я бы еще раз повторю Сектанты Баптисты Я понял И пятидесятники Мне говорят Почему ты Не молишься Тебя Господь исцелит А я говорю Да это награда Моя Я считаю Я понял Я про это и отвечаю Почему вы решили Что он должен исцелить Я как раз Про это Я вопрос очень хорошо Расслышал А они не знают И Богу Не надо диктовать Надо вставать Или не надо Он знает Петрова Тень исцеляла И что все время исцеляла Мы знаем Бросили Елисеев Воскрес Но теперь Тысячу лет трясут Этим Елисеевым телом Его нет нигде Тела этого И кто-то воскрес Больше никто не исцелел Не воскрес Это разовое событие Разовое навсегда Вот зашел Христос Лежит в горячке Теща Петрова Подошел и исцелил Сегодня в Болисе Сколько болящих-то Ну зайди и исцели их Лежащих в горячке-то Зачем Богу-то диктовать Господи Написано Благодарите за все И он говорит По мере увеличения наказания Которое от Бога Даст облегчение 1 Коринфян 10.13 Он не даст тебе креста Который ты не можешь понести Вчера ты его не мог Это твоя награда Абсолютно правильное понимание А сектанты знают Ты не молишься Но я буду молиться Еще дальше Давай конкретно посмотрим Вот я сейчас буду молиться Вот в данный момент И ты прям с постели встанешь И поедешь туда в Барнавул И дальше еще будет с тобой Мы ничего не видим Это Бог только знает Я встретил одного святого Говорит слепого И он говорит Я знал одного Иосифа его звать Приехал в Киево-Печерскую лабру Кажется Ну я среди всех был Там где-то в храме видимо И вот он говорит Подошел ко мне и говорит Его фамилия Волчатников Иван Андреевич Он слепой С детства У него глаз нету Просто ямины Ничего нету И он говорит Ты очень хочешь Видеть этот мир Он говорит Да Сегодня настал день Когда ты можешь увидеть его Я получил ответ от Бога И вот Бог мне сразу указал И ты же видишь Я у двери стоял сзади Он прямо к нему прошел Ты хочешь быть? И он говорит Да, очень хочу Но запомни За этим следует следующее У тебя веры никакой не будет Ты поедешь отсюда Уже в Барнаул Совершенно неверующий человек Ну а далее будет жизнь Такая же И рассказал Как у твоего соседа Пьяницы Итак, сейчас При всех скажи Хочешь или не хочешь быть? Я, говорит Постоял У меня такое искушение Было Прям не знаю А я у него печку делал Я его Просто знаю Я ему давал По Брайлю Книги доставал Евангелие Я, говорит Опустил голову И сказал Не хочу Он говорит Благое счастье Иван избрал сегодня Бог с тобой добудет И поезжай домой И он так стоит И в храме стоит Если все стоят А он только поднимется В землю Поднимется в землю Он тысячи поклонов делает Я его лично знаю Вот так Это в жизни людей Такое бывает Это искушение Да, испытание веры нашей Вот и все Знаете А вот сейчас Много Говорят Я чуть не каждый день Слушаю Об исцелении И обо всяких Я в жизни Ни разу не видал Исцеления Никаких Вы вообще встречали Исцеленных людей Ну как сказать Исцеленных На моих глазах Чтобы сейчас Где-то встал Что значит Исцеленный Какой Без ноги У него ноги выросли Бросил Ну да Там что-то такое Такого я не видел Более Ну низшего ранга Такое я видел У человека Вот боли были какие-то Нет Ну это полно Рак там К примеру Или что-то такое Очищался Человек Ну а вот у сектантов Там много Вот такого Что исцеление Всякие Происходит Там прям на Ввиду И у баптистов И у пятидесятников А почему они так Радеют Прям за исцеление Да помолите Тебе Бог исцелит Они прям верят в это Верят в это Видите Каждый случай Нельзя проверить В первую очередь В теме Которые говорили Исцеленные Я встречался С такими людьми Встречался Когда они болели В более худшей форме Только всего И поэтому На это не надо идти Исцеление От кого На какой период Времени И прочее При желании Это все Можно будет рассмотреть А ты Что сам Не желаешь Как не желать Я живой человек Я это желаю Ну так вот Возьми У меня даже Жена Она все время Какие-то там Ну Не химические А свои Там состав Трава Вот я сейчас Простыл Я так ничего и не взял Там один раз Она из овса сделала Там настойку Овес Овсянку выпил Да не надо Это Главное внутренний процесс Внутренний то идет процесс Температуру там Годит У меня главное Температуры никогда не бывает У меня организм какой Никогда температуры не было Даже до потери сознания А температура не поднимается Для врачей Это было просто Вообще непонятно Я лежу Они говорят Сейчас у вас температура Будет иметь Нет температуры Они меряют Ходят Ни на долю градуса Нигде У меня мертвый Стоит на одном месте Почему Не знаю У меня другой организм Когда делали операцию На позвоночнике Пришел после Теперь он профессор Преподает Довженко И он говорит Там раздваивается Позвоночник Два канала идет А у вас один И поэтому нервы Все буквально Сплющены Вот так идут У меня три грыжи Ничего Продолжаю жить Как Богу угодно Нужно научиться Главное Не терять Дух Радости Павел говорит Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь В скорбях В болезнях В немощах В приближающейся смерти Я представляю Я был в Чечне Меня захватили Или был бы на Майдане Там выставили Я заранее должен Приготовиться Как? Ну заранее дать Завещание Проститься со всеми Я пошел А куда ты пошел? Я пошел к Господу Он меня призывает Как апостол Петр сказал Я иду умереть И все на этом Я знаю Которое настаивать Непосредственно У меня было такое Было из других стран Просили помолиться Я молился Они буквально Через 10 минут Говорили Вот это невиданное Мы там Ребенок встал Операция там успешна была Я ничего не могу сказать Ни о себе Бог сделал Я знать не знаю Даже сейчас был с мусульманкой Она не хотела фотографироваться Щека вот такая Идем Дорогой Она Отец Игнатий У меня зуб-то перестал болеть И не знает на какой стороне Это из-за того Что вы приехали Я даже Об этом не подумал Но ей так положено Но только делом Она Идем Она непрерывно Глаза заглядывает И сейчас всем только и говорит Мой учитель приехал Отец приехал Мусульманка Преподаватель Корана Владеющая четырьмя языками Преподаватель в университете В школах Жена Муллы И такое ее расположение А она стала христианкой Видишь как у людей хватает У Бога не в один день Семя прорастает Чтобы Божью Матерь Приготовить Потребовалось 5508 лет Из женского рода Чтобы выбрать Этот золотой сосуд А для сектантов Она Что у нее были дети Она с Иосифом жила И прочее Поэтому на все их Вот эти воскресения Что они обмирали Воскрешали Серафим Роуз Прямо говорит Это пограничное состояние И тут демоны действуют Как им надо Так что Я не могу отрисовать Я не могу отрисать Вот в церкви Сейчас Ну не сейчас Вообще Часто Называют Слово радость Призывают к радости Радоваться Вот И людям Иногда непонятно А чему радоваться Непонятно Чему вообще радоваться Так радоваться Это не О нас говорится Божья Матерь Говорит Радуйся Преблагословенно Радуйся Злак Божий Радуйся Лестница Небесная Не нам радуйся Хотя к нам Вполне может относиться Вот сейчас Послезавтра Уже Прощенное Воскресенье Будет И потом Будем считать Четыре дня Канон Андрея Критского У нас он По другому напечатан В четыре Три стадии Первая Как есть Прошение Вторая Благодарение И третье Словословие И когда мы Первый раз Помолились До того Удивительное Зрелище было Кончилось Все зашли в трапезу Домой Не хотят уходить Сидят Поют и поют Вот какой заряд А у меня Теперь спрашивают Так это Тысяча сто лет Не менялась А как вы на это Дерзнули Я не знаю Меня Бог побудил Я понял Что Андрей Критский Он Написал Для оглашенных Для покаяния Как 50-й псалом А нужно Чтобы этот Псалом Этот канон Он был Для верующих Это для этого Надо было Где написано Помилуй меня Боже Помилуй меня Только соответствующие Там предварительные Слова И показать И вывести На благодарение А потом На словословие Ангельский Круг Начать А как Московская Патриархия Относится К этому Изменению Правил Они Чего там Какое Правило Относительно Андрея Критского Да До До Они У них Нету Они Вообще Как Реагируют Я не знаю Как они Реагируют Потому что Из них К нам Не приходят А мы В этот В этот В этот Сталом Они Они Гнила Страшные Направления Тайна Тайна Где-то Что-то Дел Это Тайна Вы Человек Такой Чистый Вы Обмануть Не Можете Я могу Сказать Что По вам Сейчас Видно Что Последние Полгода Ваши Взгляды Ваше Мнение О священниках Изменились Очень Ну Дай бог По вам Видно Я Открытый Я готов Ответить Помочь Вот Вчера На меня Один Священник Выходит Первый Раз Так он Уже И людей Собрать Готов И все Где-где Ну На севере Россия Конкретно Санкт-Петербурге И при том Не в одном Это месте И даже Заграничное Но Они-то Может Еще не Знают Что им Будет За это Я-то Должен Отвечать На вопросы Когда Зайдут Вопрос Я говорю Вы Хотите Получить Ответ Но я Не могу Его Наполовину Только Озвучивать Я должен Целиком Сказать Я должен На практике Показать То Что Я говорю Не расходится С моим Делом То Что Я говорю Вот и Все А вот Вернемся Давайте К Александру Невскому Вы считаете Когда он С дружиной Со своей Пошел На врага Он Тогда еще Не был Христианином Не был Не был Не надо бояться Эти слов Пока люди Имеют перед собой Какие-то авторитеты Которые Во свете Библии Показываются Как не авторитеты Ничего там От веры нет Вот начинают А Сергий Радонежский Облагословил Пересвета Ослябию Они пошли Они сняли С себя Эти рясы Там Сергий Радонежский Нужно Немедленно Было Запрещать И предавать Анафеме Весь Все Кончилось Этого Безобразия Бы не было Почему Правило Шестое Вселенский Собор Седьмое Правило Там Не написано Что Это правило Действует На всех А это Шестьсот Тридцати Пископов Правило Выносили А на Сергий Не будет действовать Почему Потому что Наша Родина Мы защищали Почему Дальше Это не говорят Они погибли Во-первых Под Анафемой И это он Их подвел Туда И второе Через шесть лет Пришел Тахтамыш И полностью Все разрушил И Сергий Бежал И келью Все сожгли Почему Об этом Не говорят Дальше Что Эта битва Эта Первая победа Была Триста Шестьдесят Тысяч Войск Выступили А сорок Только осталось Из десятерых Девять Погибли На поле брони Куликовым Да какая же Это победа Кабы Незапасной Пол Который Выскочил Вообще Победы Не могло Не быть И какая Это победа Да более Больше Более Позорного Ничего не было Вот Солженица Об этом Говорит Петр Победил Шведов И вот Отсюда Начались Наши беды Швеция Просветает А мы Погибаем Нам Нужно Это было Порт Артур Где было Это все В состав Российского Государства Польша Где было В государстве И теперь Тешились Одно Наши флаги В Константинополе Вселенский Патриарх Что там Православный Да ничего Не было Это амбиции Мира сего И чем Кончилось Ничем Расселось Шребо И лопнул Змей И проглощено И вывалилось Наружу Это даже Уже Самый Антихрист Ленин Пришел И то понимает Финляндия И дал свободу Польшу Отпустили Вот сейчас Это уже было При Горбачеве Там что-то При Путине Все эти базы На Кубе Закрыли во Вьетнаме Как ругают Правители Нам это надо Это христиане Лопощут языками Гной Изо рта Течет И кровью Глаза сочется Базы закрыли Они не нужны там А чтобы нас Боялись И уважали Где вы нашли Такое И они Именем Господнем Прикрываются Всякую мерзость Лишь бы крестик поставили И попа светил Там кидите Воюйте Убивайте В Чечне Воюйте В Чечне Которые защищали ее Рамзана Кадырова Спросили Но вы же боевик Я был там Где был мой народ Вот его ответ сегодня А он нынче Герой России Официально признанный Награжденный Где народ был Они за национальную Свободу боролись Но теперь народ Пожелал Именно вот так быть Это с его слов я говорю Я с народом И все Кончилось У нас Ни с народом Ни с Евангелем Нам не с народом Надо быть А устами народа Глаголит истина Да никогда этого не было Истина глаголится Духом Святым Когда человек Освобожденный От страха человеческого Где Дух Господень Там свобода Если они не свободны Священники боятся Тайные ученики Это как у Протопопа Аввакума Когда он вернулся Из ссылки Из Даурии его привезли А воевода Пашков Был уже осужден Уже постриг он его В монахе И теперь они тайно Ему суют деньги Везде Ртищев подошел Он говорит Ну ты сам Ты чего не выступаешь Боюсь Боюсь Вот эти ртищевы Сегодня везде наполняют Да они ко мне расположены Да им это нравится Но дальше они не идут А что они должны делать Они должны выйти К народу с Евангелем В первую очередь Принести покаяние Что не учили народ Священники Ничего не могут делать Пока не покаются А ты видел Я видел этого Одновременно два священника вышло Вышли к народу И стали каяться перед народом Я свидетель Но это было Когда мы с ними встречались Беседовали неоднократно И они вышли к народу И оба в патриархии Продолжают служить сейчас Я видел это И они говорят Мы недостойно называться христианами Не то что священниками И дальше Какое тщеславие Как к нам приближаются бабушки Как отвечаю Как я Он сказал Внутреннее состояние свое Погибельное Вот как было И они должны были Это все перешагнуть И должны были пострадать Я когда вернулся У меня бороды-то Нет, я же в тюрьме В лагере был Я сидел дома Как оскверненный Пока борода не отрастет И меня на дому они посещали Это все стало известно Уполномоченным А дальше Уполномоченный начал Закручивать гайки И что интересно На Пасху не разрешали звонить А мой брат Родной Павел Это во Фрунзе Кажется Вознесенский храм Он По благословению священника Зашел туда Закрылся Заперся И стал Ночью колотить Там что было Там милицию вызвали А то народу спать не дают Тогда было Граждане Здоровье берегли к ним Его не могут оттуда достать А когда достали Там на брата Чтобы ноги Его в храме не было Тогда был еще Варфоломей Ташкентский Я видел как Священник крестит Там Борис Бузмаков 25 человек Ему покрестил Это меньше 20 минут У него ушло Ну Я когда подошел к нему Что опоздал Я говорю Нет Я не опоздал Хотел поговорить Ты что делаешь Ты ни одного слова Не сказал Мажет Мажет А сам другое место Отмотает И не ребенку руку мажет А кофточку Которая мать там Или крестная держит Он меня кулаком В бок вот так вот Откнул Ну как будешь Ну ладно Поехали в ресторан со мной Вот и все Но он Он против нас Никогда не воевал Но когда его зажали В Новосибирской уже области был Он меня нашел И стал показывать себя Таким последователем Игнатия Лавкина Дальше некуда Даже Святее Папы Римского Игнатий Ильич А как Как можно учиться Различать Голос Духа Божьего Сердца И Посторонние Библия и Бесстрашие Два условия По Библии Вот то что говорят И ты просишь И каждый день Вот мы молимся И останавливаемся Говори Господи Слушай трап твой И мы молча стоим Что Бог положит на сердце И потом проверяем По Слову Божию Я рассказывал Как от Бога узнать Вот она в Италии Уехала Нажила детей Дети неверующие А теперь она к Богу Обратилась Да еще В зарубежной церкви Находится У Антония Крылова Этого Орлова У Антония А вот Никита Феоктистович Я у него был В Лос-Анджелесе Жил у него на квартире И она теперь решила Приехать в Россию Сама болящая Ну активная такая Патриотка прямо О-о-о Там и нэнэнэн И все она под корень А домой охота И никого не спрашивает А меня спрашивает Ехать или не ехать Я говорю Ты же мне поздно сказала Я еще не молился Я хочу ответ от Бога получить Она Я узнала Что вам Бог отвечает Ну Я не знаю Но я буду молиться Она через неделю спрашивает Через месяц Я говорю Ответа никакого нет На вас ответа просто нет Я молюсь Я помню Успокойся И однажды она только вот так вот Вышла И ответил Я встал на молитву И ответ получил Я ей сразу дал знать Ответ получен А какой? Какой? Она думает Я сейчас скажу Собирай вещи Выезжай И тут тебя ждет Трехтомная квартира Я говорю Место писания Вот такое открылось Теперь с этим местом писания Выпиши его Как сейчас помню Иисуса Сирахова И пойди к твоему батюшке Духовнику У тебя же есть? Ну конечно И вот теперь с ним вместе В посте и молитве Раскройте этот стих И вам Бог положит Все Больше ко мне не обращайся Я ответ тебе дал Вот и все И что? Да она собиралась А теперь А теперь осталась в Италии Вот и все У меня ответ очень простой Я у Бога прошу Место писания показать А потом отправляю К священнику Иди покажи священнику Без священника Я ничего не делаю Иди Так он говорит Зачем тебе это надо? А ты не отступай По неотступности Отверзится Вот и все Я знаю что это от Бога От Бога А вот сейчас вы едете Это от Бога? Не знаю Не знаю Но события все складываются так Что идет помощь Люди расположены А вы уверены что вам туда надо ехать? Не знаю Не знаю Я просто молюсь И поступает оттуда известие Что уже готовимся к встрече В Англии Везде Вот все Я как узнаю Это ответы которые поступают Я каждый день Молюсь многократно об этом И Бог это указывает Человек Существо такое Слабое Немощное Вот Он даже если услышит Призыв Божий Он то всегда ищет своего Даже Он и духовник Если что-то посоветует И он пойдет Другого духовника Искать Чтобы тот Посоветовал что-то более Такое Подходящее По его ситуации Человек Не может Полагаться на Слово Божие А как вот Научиться Прямо Закрытыми глазами Пишет Бога Понял Никак Подвести черту Я неверующий И начинаем с первой строки Меня спрашивают иногда А вот вы ведете Занятия в разных университетах В школах В техникумах Там в милиции А какая у вас программа И у меня вообще программы нету Как? Да как? Нет у меня программы вообще Как? Я каждый день прошу Бога Ответ Ну По каким-то книгам Нет у меня никаких книг Блаженный Афиапиалак Толкование Все И больше ничего нет А дальше Святое Слово Божие Я ежедневно молюсь Ежедневно прошу Бога И Господь хранит Хранит? И вы это уверены? А мне зачем? Плоды показывают? По плодам Господь сказал Узнает Я вижу как врагов Примеряют Вот вы сказали Священники Пусть они не полностью Но уже располагаются Обстановка помаленьку меняется И священники даже Они не могут мне подражать Потому что они с чем-то связаны Но им все равно на сердце ложится Идти надо только вот так Если пошел Значит идти до конца Я еще раз напоминаю Что у нас был Гедиол Крутой Митрополит Докукин Фамилия его Мы с ним беседовали часами У него прихожая Там где Приемная Полная священников Там бывает человек 70 Священников И он никого не принимает Меня сразу провел Я говорю Там люди ждут Посидят Подождут Вот как он нуждался А потом он меня громил И что только не делал Но уезжая В Тобольске сказал 13 лет был в Сибири Все вылицемеры У меня был только один человек Который правду в глаза говорил Вот и все И больше мне ничего не надо Итог подведем Игнатьич А вот я все хотел Это такой личный вопрос Не то что личный А вот священник На Берсеннике В Москве Откуда вы Я забыл фамилию Откуда вы с ним знакомы Отец Кирилл Сахаров Кирилл Сахаров Да Вам как Первый источник Откуда я об нем узнал Угу Ну теперь Это его надо спросить Это было еще В Даниловом монастыре Он был Тогда только Данилов Открыли И я там был Это где 90-е годы Перед отъездом в Америку Он игумен Он единственный В Москве храм Который не принял ННН Но перед тем Как не принять Они мне звонили И звонили в Барнаул Что делать У него патриарх Алексей Неоднократно там служил Кирилл Сербский Павел Но он служит Все Под старобряческий Все Лестовки Там одеяния Наполовину там Головы открыты Волосы не закрыты То есть Подражает И он первый Единственный Получил грамоту От старобряческого Метрополита Корнилия Он открытый Более открытого Нельзя Он талантливый Он писатель настоящий Сейчас у него Книжечка Володя Сзади Разреши-ка я возьму Покажу Вот это вот Воспоминание Я не знаю какая она Третья или четвертая Сейчас я посмотрю Книга вторая Вот она Я покажу ее Я не знаю Видно нет Да Видно Вот он Это он и есть Ой Если все то Прочитать его Вот Это во второй книге Вот он здесь Это надо посмотреть Просто А то он пишет Там Про разные страны Где он там был И что интересно Он тут написал Про меня Вот что интересно Что он написал Я то не знал Что он напишет Вот я сейчас Даже вам прочитаю Так это только Вторая книга Это он в первой Там можно Секунду Секунду Поближе Подвиньтесь А то у вас Это видно плохо Вот поближе к камере Вот так Вот так вот Вот я тогда Через уличительное стекло Прочитаю И он Начинает Когда писать Второе Вторая книга У него вышла То Ну тут он Все есть Это вот он стоит Так с патриархом рядом Я не знаю Видно нет Да Вот он пишет Отклики считателей На первую часть Книги воспоминания Про теорей Леонтий Пименов Там старообрядцы Дальше Любомудров Марк Николаевич И вдруг я считаю Лапкин Игнатий Тихонович А у него там много было написано И дальше еще один Два Пять человек Из пятерых Он больше всего Место посвящает мне А потом Об этом будут говорить Он пишет Лапкин Игнатий Тихонович Основатель православной Общежительной общины На Алтае Какие отзывы На первую книгу были И он Мои отзывы Которые я Дал на первую книгу Воспоминания А ведь это Настоящая книга Это Она маленьким размером Триста Одна страница И я ему дал отзыв Его звонила там Лизавета у него одна Ну Вы прочитали Прочитали Я говорю Прочитал Как он был С группой учеников Приезжал В лагерь у нас тут был Жили мы С утра до вечера Это Вот у вас есть Для слова Божия нет Уз И там есть На земле Алтайской Заголовок Это его воспоминания Обязательно поставить надо И вот я ему Теперь ответил На первую Его книгу Дальше В кавычке Начинаются Мои слова Считаю Почти каждый день По нескольку страниц Подчеркиваю Сравниваю Беседую с людьми Книга пошла По рукам Мнение Абсолютно всех До единого Двоитощие Книга Мертвая Как и ее автор Это мои отзывы О нем Но одно то Что он это напечатал Разве не говорит о нем Как о человеке Открытом Он как стеклышко Открытый Да ни один поп Это не скажет Он плохо отзывается Негативно По терархии А о нем я Пишу Так я писал Не для книги А просто дал ответ Раз они меня просят Звонят Дать ответ О первой книге И дал ответ На книгу Как я ее рассматриваю Книга Мертвая Как ее автор В ней не было встречи На пути В Дамаск Там не было у него Так Там не было У него Рожден Так Роста духовного Рожденного свыше И там не могут У другие от него И от его воспоминания Родиться И вдруг Вчера уже ночью Звонит из Москвы Его прихожанка Елисавета Она была с отцом Кириллом Из группы детей В июне 1999 года У нас в лагере Стане Все они Круто церковные Восторковленные Навертво В это трухлявое слово Как принято Произносить Эти мертвые слова Восторковлять Окормлять В кругу мертвецов В скобках Описано это На странице 137-156 В его книге Воспоминания Книга первая В 318 страниц И эти 19 страниц Которые пишут о нас Перетягивают с лихвой Всю книгу С моей точки зрения Мы тут уже Не один раз Обсуждали ее Она у меня Вся испещена Сотнями пометок Разными карандашами И я ее замусолил До такой степени Что на другой день Она у нас В руках рассыпалась И брату Игоря Дубунова Пришлось заново Ее переплетать Стягивать капроновыми нитками Многое А он все опубликовал На массу людей Так я Пишу Мне очень неудобно Придется поставлю Вот так вот Тогда мне это будет удобнее Так По заданию Или масонов делать Или искренне верить В то что так Должен спасаться Я склоняюсь все же Больше к тому Что он добрый По натуре И искренний И пишет Как понимает Совершенно не зная Евангельского пути Спасения Евангельского труда А все бы ему Богослужения Да позаумнее По старообрядческе Надрываясь В стояниях Эти стояния В виде протестов Он успел уже Перенести и на площадь И куда бы он ни ездил Везде ратует За единство церковное Он против Автокефалии Украинской церкви Он и за Сербию Он и за И за И за всех Кроме своей бедной души Конечно Ему не понравится Что даю такой отзыв Но я так вижу Я ему советую При его воображении Еще не умершим Представить себя На месте Тимофея С апостолом Павлом Или хотя бы Епофрасом Или Акилой А потом По прошествию Миссионерских Я что-то задел Да? Нет, все нормально Нет, что-то ненормально Вот теперь Еще Миссионерских трудов Путешествия Написать Воспоминания Если бы он ходил С Тимофеем С Павлом И что тогда Сойдется С нынешним тленом Его воспоминаний Да ни одного Малого шага Нет похожего Отец Кирилл Закрутил общину На пятачке Берсеневском Как на крыжовником В засохшем поле И Ни трапезы Ни поучения Организованное им Не выведут Его паству Его лично На евангельское благовестие Как не выведут Лжесвидетели От имени Его Не пойдут Они Ибо они научены Своим пастырем Не так А за миссионерство Считают Открытие храмов Установление Поклонных крестов Долгочасовые Литургии Слово Благовестие На Берсеневке Не появилось И не вхоже В заунылые И монотонные У нас же Катехизация Включает Около 500 часов Занятий По Библии И как Да чтобы такое Только напечатать Что о нем Сказано было Да найдите мне Такого папа Они только Если заметят Хоть одно слово Сказал Не так Они со страха Умирают Вот он С чем отличается Когда вы выставили Там я в сихаря Где-то Это я у него При больнице Где он лежал В это время Там я говорю Проповедь И он опять Об этом делает Отзывы Он такие отзывы Обо мне делает Докапывается до такого Чего я и сам Не знаю про себя Это его расположение И мы засняли Все что было У него Много фотографировали Он один такой Да он один такой Другого в Москве нет И когда они мне Звонили по ИНН Что делать Я им говорю На вас смотрят многие Держитесь до конца Ну совсем никак Нельзя закрывать будут Тогда примите Потому что это не грех Но Вы показываете Пример мужества Это для них было Говорит укреплением Вот и все Я не настаиваю ни на чем Вот вчера у нас У одной Ну что это говорит Ты знаешь Юлия с этим С Игорем Родилась девочка Она еще в больнице Ее спрашивает Как назвать Я говорю И что там Ну женские имена Реже встречаются Есть вот такое Есть фатина Фатиня А другое есть Там надо Чтобы Девочка Если на 6 дней На 8 Можно и за 5 Взять Но это на 10 дней Ну можно ли на 10 Там написано Агафья Ну я сразу бы сказал Фатина Я никогда так не делаю Я сначала расспрашиваю А вы как сами смотрите А кто крестный будет А крестный Настаивать Потеряевки Елена Барабаш Жена старосты Завуч в школе Чтобы была фатина Но она фатина Не та Которая у колодца Со Христом беседовала Самарянка А другая фатиня Во имя другой Ну и как Ну а Юля Она хотела бы Агафья Я говорю Агафья Лыкова Одна осталась Которая живет Житие Агафьи И прочее Имя редкое Красивое У меня Двоеродная сестра Агафья Вот я не говорю Ну а все таки Я говорю Я не молился Игорь Он мне вчера названивает И вот он Вечером звонит Ну как Ну я говорю Я помолился Ну и как Так я молился Чтоб вам Бог открыл Ну Так выходит Тогда что это Агафья Я об этом молился Господи Положи им на сердце Не мне Они подумали Я скажу Я авторитет Тоталитарный волк Сейчас я Все заскрежеще Я так не делаю Это люди лгут обо мне Когда ко мне Обращаются Написать биографию Это Ну не биографию А характеристику Я узнаю Кто ему близкий Родные и близкие Всех обхожу Бывает человек 7 И всем даю Одно и то же задание Напишите ему характеристику Тогда все вместе собираю И теперь дальше уже Смотрю Что что лично сам знаю И поэтому Ни одной Характеристики Которая требовала Поправки не было Притом С прогнозирования На будущее Я детям даю А потом стали обращаться Взрослым Так и здесь Я дал ответ Дал Какое Какое вам на сердце Бог положил Как этой Анне из Италии Люди Которые не знают Они про эти случаи Даже не знают У меня была Как-то одна Я говорил уже Подошла и Житья нету Как муж Меня бьет А сама уже Прямо старая И вот Требует Ну помолитесь о нем Ну я помолюсь Как звать Да Александр Я помолился И он через три дня Помер А другая У нее Неположение Это не лучше Она пришла А вот вы помолились Так вы за моего Помолитесь Чтобы помер Я говорю Что вам Духовный киллер Какой же что ли Я этого ждал что ли Это Иона был Киевский митрополит Он за кого помолится Тот помер Я говорю Я молюсь за вас А получилось так Что умер муж Тоже у ней умер И она вскоре умерла Так что не обращайтесь ко мне Так а вы еще просили Я просил воли Божией Да будет воля его И чтобы ее принять с благодарением И поэтому Поедем Мы не поедем Я каждый день молюсь Да будет воля его Если от тебя нет этого Господи Поставь преграду Или брусы набросай на дороге Чтобы не переплыли Это я просил в прошлом году И мы проплыли Как по воздуху Вот и все И что я удивляюсь Украину Мы в прошлом году В доле поперек По диагонали По ней были И в Киеве На год На год Раньше прошли Когда бы мы были На востоке На наводнении В прошлом году Там Хабаровск Везде Мы прошли на год раньше Когда приехали Там Крым Там есть где Наводнение было Они говорят Там сколько погибло Людей там прорвало Озеро Хлынуло Оно на год раньше было Мы приехали Как раз в годовщину Мы или опаздываем Или для нас Как коридор Какой-то Бог делает И поэтому На Украине Нам по югу Там где спокойно Где Крым Мы можем там Проскочить А дальше еще Румыния Болгария Мушлии А уже через Чехию Эту Грецию Мы войдем Шенгенскую зону Дальше проще Нам не советуют Объезжать море А идти Переплыть в Италию Но я не знаю Потому что Мы теряем Некоторые государства Как Хорватия Они мусульманские Там очень опасно Я с Богом Что позади нас Остался Азербайджан И шесть мусульманских Республик И два раза в Чечне Были Это о чем-то говорить Должно Особенно говорят Ингушетия Осетия Северная Дагестан Мы там прошли Прошли И нам был оказан Ангельский прием Везде Вот и все Хотел еще вопрос Задать По поводу Опять же Кирилла Сахарова Батюшки Сахарова Вы Сейчас Баранович Зачитали Такой Момент Что Он отдавал Когда книги Людям И люди Говорили ему Что Книги мертвые А отчего Они так говорили Его Люди так говорили Такого не говорили А откуда Он когда Кирилл Когда отдавал Книги ваши Читать Нет Это не он Это не о нем Речь идет Это не он У него У него Как раз Люди Тех Которые Стали В очередь Брали Книги Нет Ну а вообще Нет Вообще Люди Люди говорят Книги мертвые А почему Не мертвые Это говорили Наши общины Наши Братья И сестры Игнать Их Давал Его Книгу Вы не так Поняли Понял Все Понял А ты кто говорил Ну вы сейчас Объясняли Что вы своим Давали его Книгу И они сказали Что это мертвые А это его Книги Первая книга Воспоминания Его книги Считали Его Которые Он написал Воспоминания И я ему Дал такой Отзыв А он Нет Что ты Он книги Там говорит И что я Скажу Проподи Он печатает Их у себя Нет Он Берсеневские Кажется Ведомости Или что Он каждый раз Присылает Листа 4 6 Свистиков Ну вы общаетесь По сей день с ним Да Ну Лично он Не редко выходит А от него Которые люди Мы у него останавливались Наша ставка у него А я Он прям рядом С храмом Христа Спасителя Прям рядом Совсем Только через канал И рядом Ну метра 250 Больше нет Его люди Все расположены Конечно Это он знает И главное Другие священники Которые расположены И боятся Чтобы я случайно Ну не стал Известен кому То он никого Не боится Из всех В московской Патриархии Которых я знаю Самый прочный Стоит Это он Он не боится Никого У него Патриархи Он открыто Говорит Он талантливый И вот он У меня был Что я ему Рассказывал На земле Алтайской Зайдите на Наш сайт И там Подробности Я его по животу Вот так сказал И что ты такую Мамону-то Отросил Он говорит Это аналогичик У меня И даже Это все Напечатал Он искренне Открытый Но я Дал отзыв По его первой книге Закрутил людей На Крыжовниковом Сосохшем поле И дальше не идет И он это все Напечатал Одно то Что он напечатал Разве не говорит о нем Какой он есть Он Как ребенок И что интересно Воспоминания Мои А их воспоминания Сотни были Они вошли Во вторую книгу Вот и все Иначе Ну Давайте Заканчивайте Я хочу еще Там у вас Кое что посмотреть В компьютере У вас Мне Александр Борисов Там написал Что у вас Там какие-то Эти Нужно убрать Кое что там Не надо Не надо Это Там ничего нету Это у него так Ни на одном Компьютере Нету Будто бы игра Поставлено Есть Я проверял Я вам покажу Надо убрать Это Глаза режет Есть Вы не видели Просто Но я везде проверял Ее нету Этой игры Нету Почему Есть Я вчера Я сам вчера Смотрел Есть Ну давай еще Она просто Зараза такая Она мелочная Глаза режет Я проверил Со всех сторон Она не выделена Нигде И в играх Она не отмещается Как она Почему видится Я понять не могу Ну я покажу Ну а можно сделать Чтоб совсем ко мне Игры не ставили Они Не сделать Значит предел Возможности Есть Ну и что Тогда до свидания Ну до свидания Я сейчас зайду Спаси Христос Сейчас мы отойдем Я в это время Вам открываю Давай Отходить не надо Я А Сейчас мне надо Ну все Я прекращаю Ну да Наверное Выключаю Все Так Я сейчас зайду Придвинуем